Когда Катерина, Стелла и Элина пошли на факультет архитектуры в Афинах, у них были чёткие представления о своём профессиональном будущем. Но те времена давно прошли. Сегодня девушкам выбирать не приходится. Они работают там, где есть работа, пусть и плохо оплачиваемая. Конечно, я бы с большим удовольствием работала архитектором, а не продавала фалафель. Мы все получили высшее образование, вложили в него много энергии и денег. Но мне же нужно как-то жить и оплачивать счета. Да, я хотела бы зарабатывать, занимаясь любимым делом. Но в настоящее время это невозможно. Через год после того, как Греция получила третий пакет финансовой помощи от Евросоюза, чрезвычайное положение для Катерины, Стеллы и Элины стало нормой. Среди молодёжи каждый второй безработный. Доходы продолжают снижаться. Число тех, кто живёт за чертой бедности, стремительно растёт. Но многие опасаются, что самые тяжёлые времена ещё впереди. Ведь для того, чтобы получить следующий финансовый транш из Брюсселя, греческое правительство должно провести вызывающие споры, реформы рынка труда и пенсионной системы. Да, действительно, мы не получим 100% от того, что нам было обещано, из-за навязанных нам компромиссов. А ведь люди выдали нам кредит доверия. И это касается не только выборов, но и повседневной жизни. Они верят в то, что нам удастся изменить ситуацию в стране. Все последние 10 лет Алексис Диакаманолис руководил маркетингом агентством, расположенным в сердце Афин. Но из-за того, что большинство клиентов вынуждены были сократить расходы на продвижение своих товаров и услуг, у него практически не осталось средств на продолжение своего бизнеса. Самая ужасная — это неопределённость. Сможет ли Греция выполнить условия получения финансовой помощи или нет? Каждый раз процесс проверки растягивается надолго. Каждый раз ставятся новые, абсолютно нереальные цели. Света в конце туннеля не видно никогда. Катерине, Стелле и Элине пришлось пока отказаться от намеченных ранее целей. В прошлом году они принимали активное участие в протестах. Но сейчас стараются просто сохранять спокойствие и держаться на плаву. Ситуация меняется постоянно. Никогда ни у кого из нас не было чего-то вроде стабильности. Для меня нынешний кризис — это непрекращающаяся борьба между самомотивацией и желанием махнуть рукой на все надежды. Многие в Греции считают, что отчёт правительства о реформах, представленный прошлым летом, был не более чем очковтирательством. Ведь и через год после того, как было объявлено, что кризис закончился, жизнь в стране продолжает ухудшаться.